2 марта в зале администрации района состоялся выездной семинар-совещание по вопросам развития малых форм хозяйствования. На мероприятии присутствовали руководитель Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Адам Белемготов, начальник управления сельского хозяйства района Заур Самогов, специалист по маркетингу Государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея, информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса Чинас Хаконов, индивидуальные предприниматели, главы КФХ, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство. Участники совещания рассмотрели один вопрос. О требованиях и условиях предоставления грантов Агросортап и грантов на развитие семейных ферм в 2022 году рассказал специалист Центра в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Чинас Хаконов. Всем желающим, кто будет написать в бизнес-плане, вы должны будете предоставить свои исходные данные, это паспортные данные, дальше кадастровые номера, и главное, главное, что будет в бизнес-плане, это та деятельность, которой вы будете заниматься. То есть все доходы и расходы, вы должны будете показать это все, и цены будете указывать на сегодняшний день, и подача документов на грантов, на стартапе, на семейных, куда вы хотите. Вы должны знать, какие затраты, простыми запомним, если вы будете растемостно заниматься, удобрение, химия, рабочим будете давать деньги на обработку почвы, все эти затраты должны будете указать, и планируемый доход, который вы собираетесь получить. То есть, что это, какая урожайность будет, какая цена, и это все должны расписать на 5 лет, с приростом 6%. Прирост урожайности продукции должно повышаться на 6% ежегодно, минимум. Минимально, да? Минимально, да. А по семейным там 8%. Главам КФХ, индивидуальным предпринимателям, было рекомендовано рассмотреть возможность участия в мероприятиях по грантовой поддержке на развитие семейных ферм. Присутствующие задавали гостям интересующие и волнующие их вопросы, на что получили исчерпывающие ответы. В завершении слова взял начальник управления сельского хозяйства Заур Самугов. Он отметил, что Кашхабльский район уже не первый год принимает самое активное участие в грантовых программах и даже лидирует по сумме полученных субсидий. Хочу отметить, что Кашхабльский район ежегодно принимает участие активно в получении гранта в программе начинающей фермы, семейной фермы. Это доказывает наши цифры. На сегодняшний день в район грантовой суммы уже получили порядка 200 миллионов. Это больше всех в республике. Более 100 фермеров получили грант в районе. Новой техники достаточно у нас. Пока ежегодно мы обновляем технику. Вы сами это все видите. То есть хочу отметить, что администрация, администрация в целом и управление сельского хозяйства активно помогают тем, которые зашли в программу грант. Мы всегда их в стороне не оставляем. В любом случае и по бизнес-планам, и по КФ-комиссии, и ведем их до конца полностью. Так что еще раз хочу отметить, что если мы в 2012 году начинали грант, полтора миллиона было начинающей фермер, софинансирование было 30%. То есть около 700 тысяч надо было софинансировать. Точнее 630 тысяч надо было софинансировать. При полтора миллиона надо было создавать три рабочие места. То есть каждые 500 тысяч это было одно рабочее место. На сегодняшний день ставка софинансирована 10%. То есть при получении гранта 3 миллиона у вас должно быть зафинансирование, на счету должно быть 300 тысяч. Если это касается растневодства. А если животноводство, то при 5 миллионов у вас должно быть на счету 500 тысяч. И по рабочим местам тоже самое. Она практически по начинающему фермеру, по растневодству, одно рабочее место. Это если у вас сумма больше двух миллионов. То есть она с каждым годом как бы улучшается, улучшается и становится проще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова